так всем добрыми суток сто лет не заварил я собакам вот такой для бульона птичьи заморожены для бульона куриным его еще называют костный остаток ценник у него примерно килограмм 30 рублей вот три собаки в данный момент да пока 2 в отсутствие сварю 3 пакета я когда раньше от лайма до соболь когда мы жили в лесу какой-то период времени я утворил и покупал там ну как бы в деревнях большего продают да вот видите костный костный остаток и узнаете очень любили него ну ели кашу я не знаю как но ели очень даже очень хорошо прям с таким удовольствием что мама не горюй сейчас по-быстрому я горячую воду включу я хочу со влатом и заряжаю батарейки машинник уже зарядился пойдем много хранилище сходим погуляем будет стынуть потом сварится и думаем кормиться но это будет уже другая история сейчас наберется сейчас закладем сейчас покажу как он выглядит сейчас мы его вскроем я воду пока выключу распакуем потому что он должен рассыпаться по идее такой рассыпчатый знать но перемолву фарш только костный куриный у кого у собак нет аллергии на курицу в принципе вот перемолванные молотые все там и вместе с мясом косточки и вот это вот все вот такой вот я не знаю люди если он считается для бульона я не знаю люди готовят угли бульона нет знаю что собаки едят самый раз ну и кошки вот и кошатин который сашка сегодня приходил позвоню выйди этот праздником поздравить с рыбалки шел такой там тут короче ничего опасного нет плюс еще будет вариться и вот удобно по брикетам не саш кстати подсказал в каком магазине продается игру блин я хотел ехать вообще он за 30 километров чтобы его купить тут практически и косточки и все перемолвано и мясо получается много понимаете ну как бы обширно пищи как бы кашу да и кашу они не будут выбирать будут кушать если немного темнее я три собаки решил три пакета три пакета вариться он будет быстро закипело можно сказать выключая как пельмени шучу конечно пельмени тоже надо поварить вот кстати на будет как-нибудь захочется пельмени пельмени с вами с вами под сметаночку вкуснотища и получается что вся кастрюлю вместе представляете как удобно и собакам сытно вот мы сейчас добавим до конца конечно тёпленькая пошла и этот давай давай на со встречайся и все сейчас все нога сейчас сварится и будет получается мне кажется нет не получится крупыка и всего наверно один пакет килограмм потому что полная кастрюлю получилось этого фарша внутри килограмма его много но я не знаю как но его везде везде я посмотрю как они его будут кушать тема и с удовольствием ели вот предыдущие собаки лайки вот а сейчас мы поставим на пен такая как будто фэри налил да все оставим на газ поставим сейчас на большую конфорку на полную катушку тоже не время 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 все на полную на полную все закрываем ждем пена сойдет от наверное такая реакция от к ну морковка естественно наверно тру я морковку или нет не знаю нарезать все мелкое чтобы они морковку не пропускали ну вам посмотрим время покажет пусть закипает морковка я помыла я думаю что я не сделаю или полукольцами сейчас либо как в плотно это с этими на так себе готовлю но я не всегда готовлю как себе только у нас из мясных продуктов немножко разные вещи а так принципе вот сейчас им нарежу вот так вот ну а одна получилась чуть побольше сторона но ничего страшного все у нас морковка готова как только закипит мы сразу закинем и она месяц с кашей дойдет что тут вот так она закипает кого-то найти мочалка какая-то выглядит смотрите до конца размешаем вообще говорят как вот он и полезен там как бы да вот это все люди берут от видите написано бульон и мы варили очень много беру знаете вот кто много вообще содержит берут во первых цена у него 30 рублей килограмм да не как бы это обычный фарш вот к счету разорвалась обычный фарш по дороге идет гляне нам по дороге идут все сейчас разбил пусть он принципе закипает можем морковку закинуть рыбу мне там еще есть для них потасу менту дары билжир еще добавлю только с эстониями привозили но прислали посылка капнули тоже едят неплохо приходится немножко какие-то определенные куски немножко я вспомнил да мы тогда тоже так делали разламывать либо надо расставить и руками потому что ну размалу чтобы он был как фарш просто потом бывает немножко где не до ломали так принципе вроде ничем не пахнет не знаю пусть закипает вот какая сейчас я с кухни разберусь и за тобой златусь придусь пойдемте сейчас я доварю все и мы с тобой пойдем так надо будет сейчас рису закинуть уже закипел принципе чё там фарш и правильно сейчас рису чтобы у них стул был на разок оставим сегодня тогда и старше лежу что-то уже они гречки гречи мы проделал не очень надо этим нет а златка счет капризничает то белка капризничает теперь златка но охраняет еду знаешь что съест знаешь у каждой день еда не оставил целом и я перекормил их тут просто вкусняшками у меня он них 5 штук творога но какое с равно он сейчас теперь переварился и сейчас цвет принимать более-менее адекватный не страшный да как на первый взгляд вот и будет все вкусно может не рыбий жаря может чуть-чуть масла подсолнечного чуть-чуть добавлю будет нормально так ну что тут у какая пена ты вскипел суп молодец из куриных кастец так теперь мы сейчас возьмем ячку на прокачку и пойдем мы куда пойдем и тачком большой большой секрет так полный пакет ячки 900 грамм 900 же в 900 было не вижу слепой 800 грамм старый слепой ничего не вижу ничего не знаю ничего не видел так ячка тоже быстро они все дойдут в принципе вот эти каши ячка геркулес вот это да хлопья овсяный геркулес и так супец супец варить супец давай ки будет молодец холодец 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 все растворился весь в принципе везде в каше видите и каша будет и мясо все вместе и не придется кашу выбирать куда кашу не укуси везде есть мясо что пусть настаивать сейчас этот чуть-чуть сейчас закипит давайте дождемся чтобы закипела чуть-чуть я маслица подсолнечного ливану чуточку вот все мы это дело опять также все 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 закипел закипел теперь все делаю потише не ори так нет есть там пару кусочков попадается этих больших больших попадается принципе вот такой будет у них сейчас она набухнет все будет супер ну все пусть чуть-чуть закипела я сейчас выключаю и пусть настаивается так ну чё там нужно кашу должно уже загустовать загустеть немножко есть такое дело ну вот сейчас вода вся уйдет до все уйдет и посмотрите что получается что каша и мясо много всего понимаете это же очень даже в эту так как кастрюлю там ну попадется там какой-нибудь кусочек до принципе он для собаки это нормально ну вот она все загустевая сейчас минут буквально 5 не больше 10 и все я на принципе на остывание ли она готова вот посмотрим как они будут кушать я попробую мы когда погуляем туда-сюда походим в этот я думаю что мы сегодня еще сниму для вас кормежку как они будут кушать это приготовление прошла уже будет интересно что они как они кушали что хотя не творкиналь потом только дам потому что они что-то очень перенасытились хотя каюр каюр стесняется в плане того что надо что все ушли и свет выключить каюр очень стеснительный с детства белка она ест сейчас вот нормально посмотрим ну на белки посмотрим все всем приятного аппетита и вашим питомцам и так далее продолжаем в следующем ролике всем пока